Ольга Жиганова пришла на прием от лица жителей переулка «Жемчужный» в субсехе. Просит Сергея Павловича помочь решить проблему избыточных ливневых вод. Построенная ливневка не справляется. Под землей прокинута труба, но труба очень узкая. И вся вода получается не успевает, поток очень большой идет, и все сверху. История вопроса в начале 2000-х. Причина в интенсивной частной застройке. Ни продавцы земли, ни покупатели не думали о последствиях своих самовольных решений. Кто-то когда-то сковал деньги, выделил там земельные участки. Я вещи наживаю своими именами, понимаете? Фактически обманул людей. Они ажиотаж на эту землю получили. Никто не сделал ни планировки, ни ливневки, ни дорог, ни освещения, ни канализации. Но зато поселили там людей. С детьми, со стариками и так далее, и так далее. Но мы-то эту ношу на себя взяли. Взяли для чего? Для того, чтобы написать, что не предусмотрят. Ответ не предусмотрено, не принят. Поручение главы – выехать на место и найти решение. О проблеме водоотведения, но уже на улице Фрунзе в субсехе, рассказала Ирина Бадякова. В неблагоприятной зоне три многоквартирных дома. Управляющей компании нет. Жильцам необходимо провести собрание. Собрать за тремя домами, собранием, определить со собственниками протоколом, что нужно заказать проект. Проект на самом деле стоит недорого, мы уже на себе проверили. Это 25 тысяч стоит проект. Инженерное решение правильное. Может быть, вы говорите и правильно, предлагают разное. Я просто не закончила, что проект-то, конечно, мы сделаем. Все, тогда мы уже будем смотреть. Мы чем-то поможем. Андроник Мебосян просит отремонтировать участок дороги на улице Восточной. Сельский глава докладывает, дорога разбита во время укладки газовой трубы. Подрядчики не выполнили обязательства восстановить участок. А давайте после приема выезжайте к нему. Фотоотчет и исковое заявление в суд о понуждении. Я не собираюсь за кем-то тратить бюджетные средства. Понимаете? Это очень серьезно. Построить дорогу к участкам для многодетных на улице Маршала Жукова обращение многодетной мамы Анастасии Козловой. Мы можем начать строительство, потому что нет дороги. Участок расположен на крутом склоне и просто так туда не подъехал. Сергей Павлович вызывает сотрудников архитектуры. На рабочих схемах обозначены все границы. Необходимо ввести дополнение в генплан. Глава курорта поручил оформлять документы и начинать строить дорогу. Мы можем пока сейчас, на данный момент, уже предоставить помощь геодезистов с материалами, со всеми оборудованием. Какую помощь? Это мы должны сделать. Нет, я имею в виду, чтобы они, в основном, отбили мы эту дорогу. На выездном приеме вместе с главой работали его заместители и руководители городских служб. С личными вопросами обратились 26 человек.